Жители села Канищево, чьи дома расположены по улице Чапаева и находятся рядом с местным оврагом, уже устали от большой и незаконной свалки мусора, который другие соседи свозят им прямо под окна. На собрание возле свалки пришли и чиновники из Управления по работе с населением. Основная просьба жителей села Канищево – решить проблему с вывозом бытового мусора. Стоишь, говоришь, не сыпьте, не бросайте, везите. Нет, все равно. Ну что с ней, драться или взять ее? Ну что, прикладываться уголовно? Ну на тележке возят, а тут они машинах возят. Развели крысню. Крысы бегут, идешь и крысы бегут. Это вот сейчас присыпали, это страшно даже проходить вот тут мимо. А водища какая-то? И водища. У нас, к сожалению, полно. Водища. От этой прет и тут все прет. Неответственные жители уже привыкли настолько сваливать сюда мусор, что мы вот своими силами взяли какую-то инициативную группу, взяли инициативу, в первую очередь, на себя. Договорились с подрядными организациями, то есть они нам все это разрыхлили, начали вывозить сюда грунт, чтобы этот мусор засыпать. Ну опять же, эти неактивные граждане, то есть начали палки в полет вставлять. Поскольку сами мы справиться не можем, решили обратиться к властям нашего города, к администрации города Рязани. С вопросом о закрытии этой свалки, о том, чтобы навести здесь порядок, здесь сделать действительно нормальную человеческую зону, чтобы дети у нас бегали, радовались. То есть, чтобы не было вот этой антисанитарии, ни крысы, ничего, ничего не было. Неподалеку от оврага, одна из строительных компаний Рязани возводит многоэтажку. По согласованию с местным народом, строители недавно привезли несколько грузовиков с грунтом, высыпали в овраг и грейдером разровняли площадку. Однако, некоторые из жителей улицы Чапаева воспротивились проезду большегрузов и, по словам пришедших на собрание людей, каким-то образом смогли заставить строителей перестать вывозить сюда землю. Мы договорились с недалеко строящимся домом строительной компании «Единство» о приемке грунта, о вывозе грунта из котлована и засыпке данной кучи мусора. Но есть, к сожалению, люди, которые считают, что проезжающие большегрузные автомобили создают проблемы шума, пыли и так далее. И вывоз мусора был прекращен по причине противоречия с отдельными гражданами. Большинство жителей выступали за того, чтобы завалить этот мусор, а вот некоторые противоречат этому. И работа по приемке грунта была прекращена. Причем, вы видите, что она не закончена фактически, то есть часть мусора так и осталась не засыпана. Попробуем постараться те последствия, которые уже есть, немножко так нивелировать. Попробуем, может быть, договориться с тем, чтобы тот мусор, который сейчас уже складирован здесь, на краю обрака, был засыпан хрунтом. И в дальнейшем попробуем как-то, наверное, совместными усилиями с жителями провести благоустройство этого района. По итогам встречи с городскими чиновниками, жители надеются, что их просьбы будут услышаны. Хотя пока территория рядом с оврагом охраняется, от попыток по-прежнему валить сюда мусор, лишь объявлениями, да бдительными сельчанами.